друзья всем привет с вами елизавета и вы на канале орхидейная страна сегодня я хочу показать как я обрабатываю полученные азиатские фаленопсисы в размере 2 и 5 ну и плюс у меня у всех полученных фаленопсисов имеются цветоноса мне задали этот вопрос я показываю вообще алгоритм обработки новых орхидей своей коллекции должен быть обязательным обязательно нужно обработать фунгицидом в моем случае я обрабатываю привикур энерджи я покупаю привикур энерджи обычно в группах вконтакте кто занимается японской или какой-то другой химией для орхидеи они покупают большие профессиональные упаковки и потом разливают по таким маленьким пузырькам поэтому до этого я покупала в ампуле я ампулу перелила просто в баночку которая у меня была еще я купила у меня всегда этот препарат есть я всегда им обрабатываю это фунгицид то есть если у орхидеи во время пересылки образовался стресс и какая-то патогенная флора любой фунгицид он поможет растению справиться и выработать иммунитет да то есть убить эти патогены плюс почему мне нравится привикур потому что он имеет такое свойство он раскукливает корешки и помогает пробудиться корневой системе и раздвоить где-то расстроить имеющиеся корешки поэтому обычно первый полив я всегда делаю с привикуром плюс как мы знаем какие бы растения залюбленные не были вот как например вот эти которые я получила которые я купила на авито ну просто потрясающе красивые орхидеи все равно нужно обрабатывать и инсектицидом и акрицидом чтобы избежать распространение каких-то жучков паучков и вредителей на всей коллекции то есть меня все эти растения стоят в другой комнате от имеющихся в моей коллекции фаленопсисов и они там будут стоять пока я не произведу две такие обработки инсектоакрицида и так я еще хотела показать что я получила новое растение это фаленопсис очень известный многие его хотят мету чемпион кинг варитет 68-1 этот варитет есть оранжевый более красный у разных поставщиков производителей и я кстати еще хочу один варитет этого же гибрида этого же мериклона только с другим номером который более красного оттенка что означают буковки см тога это означает что этот мериклон то есть родитель этого мериклона с которого делали точный клон завоевал серебряную медаль на одной из орхидейных конференций и вот в частности это тайваньская орхидейная конференция поэтому обращайте внимание на победители конкурсов они явно заслуживают быть в наших коллекциях и чтобы мы на них обратили внимание я кстати первый раз заказывал в этой группе орхид garden я напомню что вся информация по названию всех препаратов и всех орхидей которые участвуют видео у меня всегда имеется под видео вы можете нажать на стрелочку под видео и прочитать скопировать чтобы было удобно найти тот или иной препарат мне в принципе хозяйка этой группы сфотографировала растения показала мы одобрили это дело все и соответственно вот в размере 2 и 5 я его получила я его ни разу не поливала но такое усушенное что говорится в сухарь видите на корешках имеются такие темные пятнышки но абсолютно не пугайтесь не обращайте внимание на эти пятна имеются тоже паутинки всякие что-то там висит что-то там это абсолютно не значит что растение поражено клещом но мы должны обязательно провести профилактическую обработку прежде чем мы потеряем коллекцию и абсолютно вот так от такого же типа меня обработка происходит если я покупаю цветущую орхидею для меня здоровье и безопасность новой орхидеи превыше всего несмотря на цветонос или наличие уже цветов хотя от этих препаратов цветение орхидеи не прекращается поэтому что приступим и и потом я обязательно взяла ватные спонжики я протру все листики вот этой новой орхидеи также как и все остальные и так я взяла мне для обработки трех орхидеи нужно не более чем 250 миллилитров воды отстоянная обычная вода из-под из из-под фильтра из-под космоса дальше я беру привык у меня чуть-чуть осталось еще от старой закупки привык у разводится полтора миллилитра на литр воды соответственно у меня здесь 20 250 миллилитров мне нужно всего лишь 0 и 37 миллилитров это примерно это будет примерно соответственно время такая пипеточка такие пипетки тоже можно купить профессиональных группах очень удобно и вот первое деление это 0 5 миллилитра поэтому я возьму чуть чуть меньше чем первое деление так вот примерно все обязательно промываю пипетку и размешиваю привык уроками на это фунгицид убивает всякие гнили патогенные бактерии дальше я чтобы помочь справиться такой антистресс препарат у меня есть очень хорош это супер drive на 250 миллилитров достаточно всего лишь две капельки там витаминки и помогающие микроэлементы справиться со стрессом все две капельки соответственно его можно просто если у вас нет не использовать достаточно просто привык уром полить вот это то то средство которое обязательно должно быть у вас в аптечке это вот маст хэв привыку energy это вот обязательный препарат и дальше у меня есть такое инсектоакрицид с названием double face это такой хороший препарат я его тоже покупаю в такой мини упаковочке он разводится 1 миллилитр на 2 литра воды соответственно я буду разводить 0 12 примерно миллилитров на 250 литров воды буквально капелька все вот столько достаточно после этого препарата вода приобретает такой немножко молочный оттенок но прозрачный как у мятного лимонада так все дабл фейс я добавила я убираю и еще я чуть-чуть добавлю то есть принципе этого достаточно но я заметила что там много паутины дабл фейс он и с паутинным клещом борется так же как и с трипсом и с мучнистым червецом если тот имеется и чуть-чуть я добавлю у меня есть такой акарицид карма это у меня просто давно уже лежит я чуть-чуть его добавлю прям вот просто чтобы он попал сок растения все хорошо перемешиваю препараты я убираю с яркого света они нам больше не понадобятся теперь я беру а ватный спонжик окунаю я поэтому отдела перчатки потому что все те кто крицы да лучше чтобы и они не были в контакте с кожей тщательно беру диск и протираю все листики все пазухи обязательно прокапываю прям налью в точку роста и под каждый листик потом я эти места промокну и диском я протираю и стираю все что могло быть нарасти попасть прилипнуть на листики напоминаю у каждого растения должен быть индивидуальный диск то есть чтобы не перенести что-то с одного растения на другой вместо дабл фейса можно добавить и карма и ты просто и масса и масса у меня сейчас закончился очень хороший препарат от клещей и смешать с актарой это тоже рабочая хорошая смесь самое важное самое важное это не перелить растения я буквально полила по одной груши вот буквально и нужно следить за тем чтобы мох не был сильно перелита с него не текло буквально я по я не знаю наверное по 100 миллилитров я полила я подожду чтобы растенец и попили корни напитались мог мог промок и посмотрю куда мне нужно будет добавить лучше немножко не долить вот здесь также я просто начала поливать и почему-то видео не включилась поэтому получилось что я не на видео полила вот здесь видите растение уже стал пить корешки начали пить препарат они стали зеленого цвета все равно нужно что там мог немножко пропитался со всех сторон такой обработки будет более чем достаточно и я напоминаю что нам ее нужно будет провести два раза мне будет очень приятно если вы поставите лайк проверяйте подписку на канал но я надеюсь что у меня хватит сил я сделаю смонтирую видео о монтаже и подготовке нового стеллажа для орхидей я с вами не прощаюсь и мы увидимся в комментариях